Приморье является лидером на Дальнем Востоке по строительству жилья. Об этом заявил губернатор края Олег Кожемяка в ходе пленарной дискуссии онлайн-форума про ДФО, прошедшего 9 декабря. В дискуссии приняли участие полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, главы дальневосточных регионов страны. Жилищный вопрос – это важнейшее условие сохранения населения на Дальнем Востоке. Как известно, стоимость жилья при море сегодня очень высокая, и мы постраивали задачу себе строить больше, чтобы как-то сдержать рост цен. Есть уже первый результат. Если в прошлом году при плане 500 тысяч мы сдали 650 тысяч квадратных метров, в этом году мы уже сдаем 800 тысяч, и на следующий год выходим на показатели одного миллиона. Еще один положительный пример решения квартирного вопроса – это программа строительства арендного жилья. В Приморье ее запустили два года назад для обеспечения молодых специалистов. В основном это работники бюджетной сферы, врачи и педагоги, сотрудники силовых ведомств, а также узкие специалисты. Выгода такого жилья очевидна. Это 50% стоимости аренды от существующего нарядки. К примеру, скажем, двухкомнатная квартира стоит в аренду 9 тысяч, двухкомнатная 12 тысяч. Таких цен на рынке съемного жилья просто не существует. Еще одно льготное условие. Через полгода эта семья может оформить льготную котику дальневосточную и уже выплачивать это, обладая собственной квартирой. И не надо где-то снимать, строить, ремонтировать. В ходе дискуссии обсудили также вопросы переселения граждан из аварийного жилья. Программа осуществляется в Приморье тоже с опережением. Люди переселяются из бараков в благоустроенные квартиры. И это тоже перспектива остаться жить и работать в крае, отметил губернатор. Еще одним важным вопросом жилищного строительства является восстановление прав обманутых дольщиков. Как отметил в ходе дискуссии Юрий Трутнев, несмотря на вызванные пандемии трудности и ограничения, на Дальнем Востоке при поддержке государства сейчас реализуются 2643 проекта. Освоено более 2 триллионов рублей, построено более 400 предприятий, создано 86 тысяч рабочих мест. А если говорить о том, сколько получит Дальний Восток для реализации всех проектов, эта сумма превышает 6 триллионов рублей.